Добрый день всем любителям Как можно попасть в мир космических разработок и поговорим про эксперименты Компания Роскосмос летом 2019 года объявила о наборе в отряд космонавтов Конкурс начался 3 июня и продлится до 1 июня 2020 года Предлагается отобрать 4 человека Будущие космонавты должны много знать и уметь Например, кандидатам нужно иметь техническое или естественно научное высшее образование Шанс есть даже у биологов, химиков и информатиков Чтобы общаться с космонавтами из других стран Будущие исследователи космоса должны уметь говорить на иностранных языках Также неплохо было бы разбираться в истории пилотируемой космонавтики Кроме того, есть критерии для роста, веса и даже размера ступни кандидата Наверняка из наших зрителей немало ребят, которые мечтают стать космонавтами К нынешнему отбору мы не успеем подготовиться Но я думаю, что хорошие космонавты всегда будут на вес золота Поэтому можно будет поучаствовать в похожем конкурсе Давайте подумаем, что мы можем сделать для этого Всем известно, что космонавты сильные, ловкие и выносливые люди Самоизоляция – отличный способ подтянуть свое тело Например, каждое утро можно делать приседания, отжимания, подтягивания и качать пресс Не нужно забывать и про упражнения для растяжки тела Чтобы развивать ловкость и гибкость К таким упражнениям относятся наклоны, туловище, шеи, выпады, мельница и так далее Не забывайте, что все тренировки будут бесполезными Если вы не будете следить за своим питанием Старайтесь кушать меньше шоколадок и конфет, а больше налегать на фрукты и овощи Больше пейте воды, чтобы организм лучше работал Также во время изоляции можно уделить особое внимание изучению новых языков В интернете полно сайтов, где можно изучить английский, французский и другие языки в игровой форме Лингва Лева предлагает богатый выбор контента для изучения английского языка Здесь есть лекции, музыкальные клипы и популярные шоу А также песни, подкасты и статьи Встроенные субтитры в видео и дополнительный текст к аудио улучшают восприятие материала Можно начать смотреть фильмы на другом языке с субтитрами Или читать любимые рассказы со словарем На самом деле самоизоляция сама по себе является хорошей подготовкой к будущим космическим приключениям В это трудно поверить, но еще в 60-е годы 20 века в СССР Многие ученые наблюдали за людьми, которые проводили год в изоляции от внешнего мира Эксперимент проводили в звездолете, аналоге жилого отсека межпланетного корабля Здесь размещались третки и дные полки для сна, стол, плита, медицинское оборудование и велотренажер Участникам даже приходилось пить техническую воду Кислород также получали путем регенерации Иногда руководство создавало экстремальные условия Повышало концентрацию углекислого газа или давление в отсеке Все это угнетало участников Сложнее всего земным космонавтам было поддерживать хорошее отношение друг с другом Постепенно они стали чаще ссориться Когда эксперимент закончился, один из членов экипажа написал книгу «Год в звездолете» А еще пара человек занимались похожими проектами А что же сейчас? Проводятся ли подобные эксперименты? Конечно же, да! Например, пару лет назад шестеро человек провели на изоляции 8 месяцев Они жили на Гавайях, на склонах вулкана Маунауа, которые напоминают скалистый марсианский пейзаж Участники носили датчики, которые фиксировали настроение, уровень голоса и близость к другим людям Чтобы сохранить чувство изолированности экипажа, запасы продуктов и прочих предметов быта Были расположены на некотором расстоянии от базы И участникам приходилось отправлять за ними роботов База состояла из специальных спальных отсеков для каждого космонавта Общей кухни, лаборатории и ванной комнаты К счастью, все закончилось хорошо В ходе миссии, по словам Ким Бенстадт, профессора Гавайского университета и организатора эксперимента Не обошлось без конфликтов, однако они не были очень серьезными Нам удалось связаться с научным сотрудником отдела научной популяризации Московского музея космонавтики Денисом Прудником Он расскажет, в каком направлении работают ученые в сфере космических полетов и что ожидать в будущем Добрый день, Денис! Недавно мы узнали, что первый раз попробовали создать условия космического корабля на Земле в СССР в 60-х годах Расскажите, насколько с того времени изменились опыты с изоляцией на Земле? На самом деле, изоляционные эксперименты, о чем очень важная процедура подготовки к межпланетным миссиям Стоит сказать, что действительно первые такие эксперименты проходили еще в 60-х годах прошлого столетия И сейчас они несколько поменяли свое предназначение Если раньше основная цель этих экспериментов была для того, чтобы создать замкнутую систему жизненное обеспечение То есть обеспечить жизнь экипажа в замкнутом пространстве на протяжении длительного времени То сейчас, скорее всего, это процедура, которая позволяет подготовить космонавтов к длительным миссиям Притом, миссия будет у нас, естественно, с людьми разных национальностей Люди будут разного гендера И все это говорит о том, что эксперименты немножко переменили свою цель Но в целом, конечно, это все длительный эволюционный процесс вот этих вот экспериментов наземных, которые проходят И на самом деле он позволяет развивать в целом космонавтику Где будет проходить ваша новая программа Sirius 2020? И на что вы обратите особое внимание? Эксперимент изоляционный Sirius 2020 будет проходить в так называемом наземном экспериментальном комплексе Сокращенный НЭК, который находится в Москве в Институте медико-биологических проблем Российской Академии Наук Сам ИМБП РАН является ведущим, наверное, одним из ведущих в мире научно-советских институтов по проблемам космической биологии и вообще космических полетов И, собственно, в этом эксперименте будут анализироваться те параметры, которые позволят нам в скором времени отправиться на Луну И, собственно, сейчас, понятное дело, что вся мировая космонавтика направлена на колонизацию нашего естественного спутника На пилотируемые полеты к Луне, поэтому такие эксперименты важны, поскольку это вот уже ближайшее будущее развития мировой космонавтики Ну, собственно, это и хотелось бы обратить внимание, что вот такие эксперименты являются таким важным фундаментом для подготовки к перелету к нашему естественному спутнику И поэтому их необходимо проводить, и, собственно, проводятся они достаточно часто Звучит очень интересно! Желаю вам успехов в ваших будущих исследованиях! Сегодня мы узнали, что межпланетные экспедиции – это не фантастика далекого будущего, а приближающиеся настоящие Космические организации всех стран мира работают над созданием новых видов космических кораблей Подбирают опытных космонавтов, разрабатывают новые схемы возобновления ресурсов А как вы видите жизнь в межпланетном корабле будущего? Пишите свои ответы в комментариях под этим видео Не болейте и узнавайте новые измеры технологий и науки вместе с нашей передачей С вами был Вера, всем удачи и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова